Они сказали, паэхи, в переводе с гавайского, это украшенный темный источник нескончаемого творения. А теперь с легкой руки астрофизиков, это еще и название первой запечатленной Земли черной дыры в галактике М87. Сверхмассивный объект на расстоянии 50 миллионов световых лет от нас, способный вместить почти 7 миллиардов солнц, выглядит как темный круг с оранжевым ореолом. Это близкий объект. В М87 галактика с массивной черной дырой, с выбросом замечательным. И это скорее полигон для изучения далеких активных ядер галактик. И поэтому было очень важно добраться до основания джета, добраться до окрестностей черной дыры. И только в М87 мы можем увидеть, сравнить с данными численного моделирования, геометрию течения вещества в сильном гравитационном поле. Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, черные дыры — это области пространства и времени, гравитация которых настолько велика, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. У черной дыры есть горизонт событий. Когда вы пошлете космический корабль к черной дыре, то вот по мере приближения к этому горизонту событий он остановится. Потому что там ход времени замедляется. Проникнуть с точки зрения далекого наблюдателя внутрь этого горизонта событий, то есть внутрь черной дыры, невозможно. А если тело свободно падает туда, то оно проникает внутрь черной дыры, но ничего, никакого сигнала назад поставить нам не может, потому что сигнал должен двигаться со скоростью большей скорости света, что запрещено законами физики. Не только Эйнштейн. Многие знаменитые ученые на протяжении двух веков пытались пролить свет на это таинственное космическое явление. И вот появилось первое доказательство — компьютерное изображение, полученное из огромного количества данных с восьми телескопов, установленных в разных точках земного шара. Вместе они работают как один телескоп диаметром 10 тысяч километров, что позволяет значительно увеличить разрешение снимков и их детализацию. Люди с помощью разных инструментов в течение длительного времени пытались получать изображение этих объектов, подбираясь все ближе-ближе-ближе к горизонту. Была проделана огромная работа по моделированию вот этих течений магнитогидродинамических в окрестностях черных дыр. То есть была насчитана большая библиотека подобных изображений. Мы же не знали точно, как там ориентирована система относительно нас. На обработку всей информации ушло два года. И только сейчас ученые смогли сложить фрагменты, словно пазлы, в одно целое. Важно показать, что технология вообще работает. Мы можем видеть подобные объекты. А дальше можно работать с установками, с алгоритмами на каком-то там среднесрочном масштабе времени, строить новые телескопы, то есть совершенствовать телескоп горизонта событий и стремиться к получению более точных результатов. И теперь с большей уверенностью мы сможем обсуждать свойства других активных ядер галактик. Отныне у исследователей появилась возможность заглянуть внутрь черных дыр, изучить движение газа, радиационную среду и проследить эволюцию этих сверхмассивных космических монстров Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok